Привет друзья! Продолжаем наши утиные истории. Муж на работу в город уехал, а я работаю на удаленке, потому меня оставили на растерзание нашим мелким птеродактилем. У меня тут все срочно, но душа у меня не на месте. Чую, шкодные утята что-нибудь уже вытворили. Пойду-ка посмотрю. Ужас, просто кошмар. Срочно надо что-то решать с вами, сейчас поедете куда-то в сухое. Это ужас. Говорят, свинья грязи найдет, вот их права. Все они копаются, ковыряются во всех лужах. Просто ужас. Ну что мне сам делать? Я сейчас вас в сухое понесу и не могу вас в таком виде здесь оставить. Ну что, временно вот так обсушиться. Дальше пока будем думать, что делать. Давайте почиститесь, красавчики мои. Давайте, сушитесь. Сушитесь. Да прости меня, мой добрый работодатель. Работа на удаленке. Пока стоит. Я копаю барни. Иначе тут было болото, вот это теперь сухенькое. Иначе вот только на гребке, когда ничего не было. Так все ушло. А дождь все льет и льет. Я вообще не знаю, как оно закончится. То снег у нас 10 дней подряд валил. Теперь дождь. Второй день льет без перерыва. Причем как будто из-за развода поливает. Надо ли говорить, что ближе к концу рабочего дня запара у меня на работе закончилась. Погода наладилась и вышло солнышко. Ну и муж вернулся из города. А я ведь весь день как совраска носилась. Из дома в парник и обратно за рабочее место. Это еще некому было снимать, как я уток ловила в коробку. Вот это была бы еще та комедия. Ну вот все сухо. Вода ушла. Утята переехали к себе. Нам наконец привезли строительный материал для утиного домика. Надеюсь дело пойдет и они скоро переедут в свои личные хоромы. А это утро следующего дня. Снегу я просто очень рада. Как никогда. Я теперь точно знаю. Это намного лучше чем ливень два дня подряд. Вот так и живем. Мелкие шкоды так и смотрят где бы что-нибудь натворить. Всем пока. Удачи. Хорошего настроения. И до встречи друзья.